Бисмиллахи ррахману ррахим Инна الحамда лиллах Нахмадуху ванастаинуху ванастагфирух Ван аузабиллахи мин шуруре анфусина Ван сайиати амалина Ман яхдихиллаху фаламудиллала Ван юдлил фалахадияла Вашхаду ан ла иллаха Илла Аллаху вахдаху ла шарикала Вашхаду анна Мухаммадан Абдуху и Расулу Салла Аллаху вассаляму алейхи Ва аля алихи ва сахбихи аджмаин Амма ба' С позволения Всевышнего Аллаха Продолжим вчерашнюю тему Это чтение книги Которая принадлежит Перу Шейха Салима бна Саада Ат-Тауиля Хафизахулла Книга содержит в себе диспут Или же диалог, какую-то дискуссию Между спрашивающим человеком Который находится в смятении Которого ввели в заблуждение И обманули приверженцы Бидаа Приверженцы своих страстей и ереси И между шейхом И шейхов ахли суннава аль-джамаа Следующих Курану и Сунне Пророка Салаллаху алейхи ва салям И понимающих их так Как понимали наши сподвижники Ридуан Аллахи алейхи И этот диспут или же диалог Который состоялся между ними На тему Айн Аллах Где Всевышний Аллах Поэтому сама книга была названа Шейхом Салимом Аллаху джалля джалалюху фиссама Аллах Он наверху Или же Аллах Над небесами И чтение этого диспута Иншаллах Продолжим Вчера мы остановились на том Что спрашивающий человек Попытался сначала Оправдаться тем Что Нельзя задавать вопрос Где Относительно Всевышнего Аллаха Субханаху альхи ва салям Когда же шейх ему разъяснил Что это было Задано самим пророком Салиллаху алейхи ва салям На что он сказал То что этот хадис является Ахат И не может быть принят вероубеждение А это тоже мы разъяснили И сказали Какие хадисы называются Ахат И ему таватир И то что оба вида этих хадисов Могут быть И должны быть приняты В вопросах вероубеждения Затем он сказал То что дело не в количестве передатчиков И не в достоверности хадиса А в его смысле Что проблема содержится в смысле хадиса На что шейх ему также объяснил Что нет проблем в смысле этого хадиса И то что ты сейчас Если так можно выразиться Виляешь И пытаешься как-то уйти Остаться на своем Неправильном вероубеждении И сказал ему То что искажать То что они называют Истолковывать Или же более даже Наверное можно сказать Исковерковать Смысл хадисов Это намного хуже Чем отрицать хадисы Потому что человек Который отрицает Его сущность ясна Сразу становится Что он не верит в хадис Отрицает его Тот же кто как-то пытается Исказить Интерпретировать под себя Подстроить хадис Его положение Более опасное Более опасное Именно на этом мы остановились На том что Он попытался Увильнуть Еще один раз И сказать что Когда пророк Сави Аллаху Алейху Ассалям Задал вопрос Рабыне Как это сообщается В хадисе Муауя О том что Айн Аллах Где Всевышний Аллах То что под этим вопросом Подразумевалось Ман Раббук Кто твой Господь Однако шейх Объяснил ему Что это не так И наш спрашивающий Так же с этим согласился Сказав Действительно Как вопрос Айн Аллах Может иметь значение Кто твой Господь Когда даже Ответ самой рабыни Не соответствует этому Когда она сказала Наверху А не сказала Господь Небес Если бы вопрос Заключался в том Кто твой Господь Она бы ответила Господь Небес Или Аллах Или Господь Всего Сущего Однако она сказала Наверху Над Небесами Этот ответ Соответствует вопросу Где Аллах А не как не Кто твой Господь На что шейх Сделал дуа Спрашивающий Скал Да раскроет тебе Всевышний Аллах То есть поведет тебя Прямым путем Но на этом Их диспут не закончился Далее Спрашивающий Обращаясь к шейху Говорит Говорит Однако один из наших шейхов Больших ученых Сказал То что пророк Когда увидел То что это Была маленькая девочка Не стал с ней спорить Не стал перепираться Ступать с ней В диспуты И не стал спрашивать За ее слова Несмотря на то Что она ошиблась Или же обманула И сказала Что Всевышний Аллах Фиссаме И противоречила истине Ну пророк Салас Салас Салям Не обратил на это Внимание Не стал спрашивать По причине ее Малого возраста Потому что Она была еще Маленькой Наши шейхи Говорят Вот таким образом Объясняют этот хадис На что шейх Имеется ввиду шейх Из Ахли Сунна Вальджама Который также с ним Вел разговор Сказал То есть удивлен был Сказал Воистину Все мы принадлежим Аллаху И к нему Предстоит наше возвращение Разве кто-то Может допустить Подобное Относительно Пророка Разве кто-то Может так подумать О пророке Не подобает Нашему пророку Да благословит его Аллах и приветствует Слышать ложь Слышать то Что не соответствует Истине И подтверждать это И соглашаться с этим Наш пророк Не был таков И приводит ему Доводы на это Говорит Говорит Задумайся над хадисом Да будет доволен Ею Аллах Она сказала Однажды ко мне Пришел пророк Это случилось Утром После того Как Я вышла замуж То есть вечером Она вышла замуж На следующее утро К ней пришел пророк И сел На постель Или же на кровать Подобно тому Как ты сейчас сидишь Рядом со мной Сказал И говорит В это время То бишь Маленькие девочки То есть Стучали бубны И Яндубна Надо Это Оплакивали То есть Когда Люди Вспоминают Умерших Вспоминают Их хорошие качества Те атрибуты Которыми Они обладали При жизни Их достоинства Что вызывает Может быть У кого-то Какие-то Приятные воспоминания Что даже Может быть Наворачиваются Слезы Вот это Называется Надр И вот эти Маленькие девочки Бегали И вспоминали Хорошие качества Их отцов Которые пали Во время битвы Бадра И в это время Стучали в бубны И одна Маленькая девочка Обратите внимание На то что Маленькая девочка Произнесла Следующие слова И сказала Среди нас Есть пророк То есть Во время Вот этих Причитаний Во время Вот этих Оплакиваний Сказала Следующие слова Сказала Среди нас Есть пророк Который Знает То что Произойдет Завтра На что Пророк Сказал Не говори так Однако Можешь Произносить То что Ты говорила До этого То есть Что касается Твоего Оплакивания И воспоминания Хороших Качеств Ваших отцов Можешь Это продолжать Но что Касается Твоих слов Когда ты Сказала Что среди Нас Есть пророк Который Знает Что произойдет Завтра А это Из атрибутов Всевышнего Аллаха Субхан Пророк С порицанием Высказался Относительно Нее И сразу Упрекнул Ее за это Несмотря На ее Возраст Вот что Хотелось Подчеркнуть Не подтвердил Пророк И не согласился С тем Что Она сказала Среди нас Есть пророк И он знает То что Произойдет Завтра И не сказал Сагира Маленькая Девочка Еще Пусть Говорит То что Захочет Нет же Поспешил Пророк С порицанием Высказаться Относительно Ее слов Потому что Это Касалось Вопросов Вероубеждения Вопросов Имана Как мы Вообще Можем Представить Что Пророк Молчал Бы Заметя Ошибку В вопросах Вероубеждения И промолчал И ничего Не сказал Ведь пророк Порицал Даже Маленького Внука Своего Хасан Ибн Али Раду Аллаху Когда он Взял Один Лишь Только Финик Из Фиников Которые Были Собраны В качестве Садака В качестве Милостыни И положил Ее Себе В рот Внук Пророка Салам Аль Хасан На что Пророк Салам Сказал Ких Ких Это Выражение Арабское Ких Ких На самом деле У него Как говорят Ученые Языковеды Филологи Около Шести Видов То есть По разному Можно Произнести Можно Сказать Ких Ких Можно Сказать Кях Кях Можно Сказать Кях Кях И так Далее То есть По разному По разному Но не суть Что означает Какой смысл Несет себе Это выражение Так Обращаются К ребенку Когда хотят Удержать его От чего-то И допустим Если ребенок Какой-то Мусор В рот Берет Или еще Что-то Плохое Тянется К чему-то Говорят Как будто У нас Говорят Тфу-тфу Выброси Или там Кака-кака Убери Вот Нечто подобное Просто Чтобы ясно Стало Арабы Вот так Выражались И пророк Обращаясь К маленькому Своему Внуку Скал Ких Ких Выплюнь Выплюнь Оставь Оставь Это Для того Чтобы он Этот финик Вытащил Изо рта Затем Сказал Разве Ты не знал То что Мы Имея Ввиду Свой род Своё Семейство Не кушаем Из того Что было Было Собрано В виде Милостыни Ли Ана Аля Байт Набии Салли Аллаху Алейху Ассалям Тахруму Алейхим Садака Потому что Семейство Пророка Аллах Для них Сделал Запретным Садака То что Было Выделено В качестве Милостыни Это Следующий Хадис Где мы Видим Что пророк Салли Аллаху Алейху Алейху Ассалям Порицал Даже Маленьких Детей Если В этом Было Противоречие Шариату Не говоря Уже О вопросах Вероубеждения И передает Сказал Умар Ибн Абис Салям Рада Аллаху Он Говорит Я был Мальчиком Опять же Маленьким Мальчиком На попечении У посланника Аллаха Салли Аллаху Алейху Ассалям И когда мы Кушали Имеет ввиду Когда мы кушали Моя рука Все время Гуляла По блюду То с одной стороны Возьмет То с другой То справа То слева Что дальше От себя И пророк Кто благословит Его Аллах И приветствует Сказал мне Я гулям О мальчик Помяни имя Всевышнего Аллаха И кушай Правой рукой А также Кушай То что Находится Перед тобой И пусть Твоя рука То есть Не гуляет Туда-сюда По блюду И с тех пор Я кушал Только таким образом Говорит он То есть Опять же Мы видим Когда Кто-то Нарушает Какие-то Границы Этикета На которые Указал Шариат Опять же Подчеркиваю Не говоря уже В вопросах Имана Акыды Вероубеждении Идеологии Которые Мусульмане Сердце Пророк Никогда Не допускает Послаблений Даже Отношений Маленьких Детей И сразу Это исправляет И так же Хотелось бы Обратить внимание Какова была Реакция Ребенка В Аллахе В наши дни Реакция Взрослых Мужчин С большими Бородами Не такая Как реакция Вот этого Маленького Ребенка Когда Пророк Салям Ему Сказал Помяни Имя Аллаха Кушай Правой Рукой И кушай То что Находится Перед тобой Он Сказал И с тех Пор Я кушал Только Таким Образом В наши дни Субхан Аллах Подходишь К братьям Здоровым Накачанным Смелым Мужественным И говоришь Брат Пророк Саллиллаху Алейху Вассалям Сказал Так-то И так-то Перестань Так делать И видишь На следующий день Он продолжает Это делать Говоришь Пророк Саллиллаху Алейху Вассалям Обязал тебя Делать так-то И так-то И побуждал тебя Тому-то Тому-то Проходит год А ты видишь До сих пор Он этого Не делает Однако Даже дети Во время Сподвижников Были такими Что если Они что-то Слышали Если они Что-то Слышали От Пророка Саллиллаху Вот его Реакция С тех пор Я только Так кушаю Он другого Не допускает Вот как Узнал что-то От Пророка Держаться Этой Сунны Крепко Пусть Аллах Утвердит И укрепит Нас На Сунне Нашего Пророка Алейхи Саллиллаху Далее Спрашивающий Говорит Обращаясь К шейху Лакин Хальюкалю Анна Мас'аля Таулю Иллэхи Аззаваджелла Лам Тузкар Илля Фи Хазал Хадис Спрашивающий Говорит Шейх Ну Разве Может быть Допустимо Разве Является Разумным То Что вопрос Высокого Положения Всевышнего Аллаха О том Что Аллах Находится Наверху Упомянут Только лишь Вот в этом Одном Хадисе Имея ввиду Хадис Муауи И рабыни То что он Ее ударил Отпустил То что мы Упомянули На прошлом Уроке Разве Говорит Только вот В этом Хадисе Ну Немножко Забегая Вперед Может сказать Что конечно Женец Субханалла Очень большое Количество Доводов Из Курана Сунны Правах Суслям Указывают На это Как Ибн-Уль-Каим Говорит Если мы захотим То мы Относительно Этого вопроса Относительно Того Что Аллах Субханалла Приведем Более Тысячи Доводов Говорит И как он Говорит В своем Стихе В стихотворной Форме В Нуни Говорит Говорит О люди Клянусь Всевышним Аллахом На наши Слова О том Что Всевышний Аллах Субханалла Находится Наверху Есть более Тысячи Доводов И даже Две тысячи Доводов Можно привести Куран Переполнен Этим То есть На это Действительно Есть очень Много Указаний Поэтому Когда спрашивающий Спросил Говорит А разве Может быть Такое Что в этом Вопросе Указанием На него Является Только один Лишь Хадис Нет Конечно Нет Поэтому Шейх Отвечая Ему Говорит Субханалла Причи Всевышний Неужели ты не читаешь Куран Неужели ты не читал Слова Всевышнего Аллаха Обезопасны ли вы От того Кто Наверху Или над небесами Что он Не провалит вас Землю И вот вы видите Как она колеблется Обезопасны ли вы От того Кто Кто На небесах Наверху То что он Не пошлет На вас Ураган С камнями И тогда Вы узнаете Относительно Его предостережений На что Спрашивающий Говорит Баля Конечно Клянусь Аллахом Я читал Этот аят Не раз И постоянно Приходил Замешательство Относительно Смысла Этого аята Что же Означает Фиссама В этом аяте Все время У него Было Какое-то Недопонимание Когда он Читал И я вспоминал Слова Некоторых наших Шейхов Они говорили То есть Сделай Тафвит Сделай Тафвит Что значит Тафвит Арабское слово означает Оставить То есть Оставить Предоставить Что-то кому-то Бросить Отбросить Не придавать Значения Может быть Вот примерно Такой смысл И Говорит Когда я читаю Аяты Которые я не понимаю Относительно Атрибутов Аллаха Вспоминаю слова Моих учителей Которые сказали Фавуд Фавуд Сделай Тафвит Сделай Тафвит Что Что Имеется ввиду Что нужно Оставить Сам же Шейх в комментариях Говорит Тафвит Это когда Человек Подтверждает Произносимое Языком Но Отрицает Смысл Который Содержится Говорит Что мы Не знаем Смысла Как допустим Читает Аяты Всевышнего Аллаха Где Аллах Говорит То что Из его Имен Ас-сами'а Он говорит Да Аллах Ас-сами'а Но мы Не знаем Что это Означает Вот это Буквы Алиф Лям Син Мим Я Айн Вот я Вижу Буквы Но я не знаю Что значит Ас-сами'а Я уверен Многие из вас И нас Знают Что Ас-сами'а Имеется ввиду Всеслышащий Или же Допустим Если Аллах Субханаху Аталя В Коране Описан Тем Что он Аль-басыр Что значит Тафуит Сделать Что значит Сделать Тафуит Значит Сказать Да Аль-басыр Я вижу Вот это Арабские буквы В Коране Аль-басыр Но я не знаю Что означает Это слово Я не могу Сказать Что это Означает Что Всевышний Аллах Видит Все что На небесах И на земле То что Он обладает Видением Я этого Сказать не могу Я делаю Тафуит Вот это Называется Тафуит Когда человек Подтверждает Вот буквы Которые есть Но Отрицает Смысл Который Содержится В этих словах Говорит Мы не знаем Смысл Не отрицает Мы не знаем Аллах Только знает И поэтому Шейху Ислам Ибн Тайми Рахимах Аллах Да помилоти В Аллах Сказал Говорит Вот эта позиция Ахлют Тафуит Вот этих людей Которых называют Муфаввида Муфаввида То есть Которые Оставляют Смыслы Аллаху Говорят Что мы их не знаем Несмотря на то Что Куран Был не способен На арабском языке И это Арабские слова Ас-самиа Аль-басыр Аль-алим Это не просто Какая-то Смесь букв Которая Не несет Себе Смысл Нет У этих слов Есть смысл В арабском языке И Куран Был не способен Именно на нем Они же Что говорят Мы следуем Сунни пророка Салаллаху Алейху И праведным Предшественникам Но вместе с тем Что делают Вот этот Тафуит Опустошают Смысл Говорят Мы не знаем Смысл Нельзя копаться В смыслах Этих слов Вот это называется Тафуит И Шейху Ислам Относить До него Предвеженцев Нововведения И безбожия Если так можно сказать Ереси И когда Шейх ему Привел эти аяты И сказал Разве ты не читал Аяты Суры Табарак Он говорит Да читал Но все время Находился В замешательстве Относительно этих слов Что значит Аллах И вспоминал Слова моих учителей Которые говорили Фауит Фауит Сделай Тафуит Сделай Тафуит То есть не обращай Внимания Это всего лишь Буквы Фа Я Алиф Лам Син Мим Алиф Хамза Все Буквы Не знаем Что это значит Вот таким образом Проходи Аллах Лучше знает Смысл этих Слов Или букв На что Шейх сказал В действительности Это является Мазхабом Привеженцев Нововведения Это их школа Они так обучают Своих людей Которые конечно же Противоречат Школе наших Праведных Предшественников Для них Весь Куран Является Понятным То есть Весь Куран Можно Понять Можно Размышлять Над его Смыслами Кроме Аятов В которых Содержатся Атрибуты И качества Всевышнего Аллаха Субханаху Оставляют Смыслы Этих Аятов Аллаху Табараку Тааля Поэтому Аяты В которых Упоминаются Атрибуты Всевышнего Аллаха Субханаху Тааля И буквы Которые Встречаются В начале Сур Которые Называют Хуруф Мукатта Для них Это Одно и то же То есть Они говорят То что Буквы Которые В начале Сур Встречаются Как допустим Алиф Лам Мим Или же Хам Мим Или же Каф Или как Суре Марием Допустим Каф Ха Я Ай Сад И такие Слова Как допустим Аррах Ман Аррах Им Ас Сами Аль Алим Джа А Раб Или же Допустим Аллах Фис Сама Это говорит То же самое Как мы Алиф Лам Не знаем Смысл Оставляем Смысл Всевышнего Аллаху Каф Сад Вот эти Буквы Вот точно Так же Вот эти Слова Так же Оставляем Смысл Всевышнего Аллаху Для них Это одно И то же У кого Уму Фа Удар У тех Кто Занимается Таф Уидом И это То Чему Научили Вот этого Человека Нашего Спрашивающего Сказав Фа Фа Сделай Таф И все И проблем Не будет Говорят Не знает Смысл Этих Слов Никто Кроме Аллаха На что Спрашивающий Продолжает Обращает Шейху Говорит Хорошо Говорит Но если У этих Слов Есть Какой-то Смысл То Каков Этот Смысл Что Означает Что Всевышний Аллах Это Все Время Являлась Проблемой Для Меня То Это Все Время Затруднительную Ситуацию Меня Ставило Что Это Означает На что Шейх Ему Отвечает И Говорит Слова Всевышнего Аллаха Неужели Вы Обезопасны От Того Кто То 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 Говорит Частичка Фи Которую Мы Привыкли Употреблять Чаще В Значении В Или Внутри Чего Либо Здесь Говорит Она Не Несет Себе Этот Смысл Однако В этом Аяте Под Фи Подразумевается Аля То То Есть Над Чем То На Чем То И На Это Есть Доводы Это Подобно Словам Всевышнего Аллаха Где Аллах Передавая Слова Фараона Говорит И Я Непременно Распну Вас То Есть От Слова Распять Если Перевести Так Как Мы Хотим Так Как Мы Привыкли Получается Внутри Стволов Пальм Но Разве Можно Кого-то Распять Внутри Ствола Пальмы Нет Конечно Имеется Ввиду На Стволах Пальм Я Непременно Распну Вас Фи То есть На Стволе Мы Видим Что В Куране Есть Такие Аяты Где Под Смыслом Предлога Фи Имеется Ввиду Алла Также Подобно Словам Всевышнего Аллаха Который Сказал Странствуйте Филь Арт То есть Опять Если Дословно Перевести В Земле Но Мы Не Черви Какие-то Земляные Так Ведь И Не Шахтеры Чтобы В Земле Странствовать Нет Странствуйте По Земле То есть На Земле И Снос Как Сказано У нас Слова Шейха Ибн Абдиль Барра Приведены Слова Имама Ибн Абдиль Барра Рахим Аху Аллах Да Помилуйте Аллах Где Он Сказал Что Что Касается Слов Всевышнего Аллаха Неужели Вы Обезопасны От Того Кто Над Небесами Что Он Не Поглодит Землю Вместе С вами Его Смысл Тот Кто Над Небесами На Своем Троне Иногда Частичка Несет Себе Смысл То есть Частичка В Которую Мы привыкли Несет Себе Смысл На Или Над Неужели Ты Не Видишь Слова Всевышнего Аллаха Странствуйте На Земле По Земле Четыре Месяца Имеется Ввиду Конечно На Земле И Так И Его Слова Я Непременно Распну Вас На На Стволах Пальм Несмотря На То Что Пришло Фи Мы Переводим Как На И Точно Так Ж Здесь Как На Это Указали Имамы Далее Спрашивающие Осознав Поняв Это Говорит А Есть Ли У этого Аята Какой-то Другой Тафсир Есть Другой Смысл Этого Аята На Что Шейх Отвечает Ему На Да Говорит Есть Действительно У наших Праведных Предшественников Есть И другое Мнение Относительно Толкования Этого Аята Смотрите У кого Другое Мнение У Ашаритов У Материдитов У Матазелитов И Тогда Нет У наших Праведных Предшественников Поэтому Даже Если Люди В каком-то Вопросе Высказывают Разные Мнения Эти Мнения Не должны Выходить За границу Мнения Наших Праведных Предшественников Если Ты Говоришь Что Значение Такого-то Аята Так-то И так-то Ты Должен Привести Слова Толкования Наших Сподвижников А не Просто Я где-то Прочитал В газете Я где-то Увидел Журнале Мне Так Сказали В мечети На уроках Мне Так Сказал Человек Который Учился В Мадрасе Мне Так Сказал Выпускник Исламского Университета Мне Так Сказал Преподаватель Шейх В таком-то Махаде И так Далее Нет Все Это Нет Однако Что Слова Праведных Предшественников И поэтому Жейф Говорит Да Действительно Есть И Другой Тафсир Словам Фиссам Который Передается От саляфов От праведных Предшественников Они Истолковали Слова Всевышнего Аллаха То есть Они сказали Что Фиссама Имеется Ввиду Наверху Значит Первое Толкование Это Какое Над Небесами То есть Над семью Небесами Это первое Толкование Второе Наверху Высоко Над Нами Всеми Над всеми Созданиями Фил Вот это Второй Тафсир Потому что У арабов Так принято Что Если что-то Находится Высоко Наверху Они Это Называют Сама Поэтому Всевышний Аллах В Куране Облака Или же Тучи Называет Как Называет Сама Называет Сама Почему Потому что Они Находятся Наверху И Говорит Всевышний Аллах И мы Неспослали Мина Сама То есть Сверху Ма Антахура С облаков Имеется Ввиду Облака Были названы Сама Почему Потому что Они наверху Высоко Неспослали Неспослали Вам Чистую Воду И поэтому В примечаниях Говорит Шейх Ислам Ибн Тайми Да Помилует Его Аллах Поэтому Слово Сама В Куране Также В арабском Языке Используется Для всего Того Что Находится Высоко Наверху Это Такое Имя Которое Охватывает Себе Все что Наверху Все что Высоко И мы Не можем Конкретизировать На чем-то Одном Кроме Как Если К этому Не будет Что-то Добавлено К этому Не будет Что-то Добавлено Но знаете Подобно Тому Что Мы же Говорим Что Мы не можем Кого-то Назвать Ар-Роб Господь Никого Не можем Кроме Всевышнего Аллаха Однако Мы можем Употребить Это слово Если Слово Роб Будет Мудав Как Допустим Роббусаяра Допустим Владелец Госпожа Своего Дома Имеется Домохозяйка Это Дозвольно Вот Точно Так же Здесь Аллах Тааля Ана И Спрашивающий После того Как понял Второй Тафсир Продолжает И говорит А если Между Этими Двумя Тафсирами Какая-то Несовместимость Какое-то Разногласие На что Шей говорит Нет 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 Никаких Разногласий Никаких Несовместимости Между Этими Двумя Тафсирами Оба Эти Тафсира Считаются Разногласием Разновидности То есть И так И так Можно Истолковать Одно Другому Противоречить Не будет Знаете Разногласия В разновидности Допустим От пророка Салаллаху Алейху Ассалям Передается То что Во время Такбират Уль-Ихрам Он поднимал Свои руки До уровня Ушей В другом Хадисе Сказано Что он Поднимал Свои руки До уровня Плеч Мы говорим Разногласия Да Разногласия Но это Разногласия Называется Ихтиляф Танаву Разногласия В разновидности И так И так Можно сделать Иногда Он читал Дуа Перед Фатихой Допустим Говорил Субханак Аллахумма Вабихамдик И так далее А иногда Говорил Аллахумма Баид байни Вабейна Хатая Камаб Атта Байна Машрик Валмагреб И так далее Другое Дуа Это Называется Разногласия Разновидности Как будто бы Разногласия Но оба вида Допустимы Оба вида Допустимы Точно так же Здесь Нет никаких Разногласий То есть Либо смысл Слов Будет иметься Ввиду Над небесами То есть Имеется Ввиду Под небесами Под сама Семь твердынь Семь небес Которые Зыржатся Над нами Или же Смысл Слов Фиссана Имеется Ввиду Наверху И высоко Оба Эти мнения Оба Тафсира Являются Истинной Являются Правильными И вы Наверное Обращали Внимание До этого Я переводил Когда Фиссана Я всегда Говорил Над небесами Или Наверху Вот точно Так же Можете Говорить Либо Наверху Либо Над небесами Оба Варианта Правильные На что Спрашивающий Продолжает И говорит Но так же Наши шейхи Наши учителя Наши наставники И так далее Очень часто Приводят В довод Аят И суры Где Всевышний Аллах Субханах Говорит И он Аллах На небесах И на земле Он Аллах На небесах И на земле И поэтому Говорят Что Всевышний Аллах Везде Или дословно В каждом месте Чтобы не было Там Всевышний Аллах На что Шейх Говорит Аллах Акбар Аллах Самый Великий Возвысился Всевышний Аллах Субханах От того Что они говорят Великим Возвышением Эти люди Пользуются Невежеством Людей И обманывают И избивают Их В их Вероубеждениях В их Акыде И шейх Говорит Я хочу Задать тебе Вопрос На что Спрашивающий Говорит Тафаддалия шейх Пожалуйста Конечно Задавай На что Он спросил Его Скажи мне А что Означает Аллах Какой Смысл Слово Аллах Спрашивающий Отвечает И говорит Аллах 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 Это Аллах Наш Господь Имеется Ввиду На что Шейх Говорит Аллах Аслюху Аль Илях Аллах Его основа Этого слова Аль Илях Аллах Аллах Чтобы легче было Произносить Такое есть И смысл Этого слова Смысл слова Аллах Это Аллах То есть Тот Кому Поклоняются Но Здесь Чтобы Ни у кого Вопросов Чтобы Те Кто изучает Арабский У них Вопросов Не оставалось А те Кто не изучает Арабский Немножко Может придется Напречь Сейчас То что Я скажу Постараться Понять Но если Не поймете То ничего Страшного Это Иншалла Будет Побуждением У вас Учить Арабский Язык Для вас И точно так же Что Поймите Основной Смысл Я заранее Забегаю Вперед Вам скажу Смысл Этого Что Аллах Это Алма Буд Тот Кому Поклоняются Если Вы это Поняли Все Достаточно Те же Кто изучает Арабский Для них Могу Сказать Почему Как Мы К этому Пришли Что Аллах Это Алма Буд Тот Кому Поклоняются Слово Аллах Или же Слово Илях Произошло Слово То есть Поклоняться Чему Либо С любовью И Возвеличиванием Если Мы Откроем Словарь Арабского Языка Толковый Что Значит Поклоняться Любя И Возвеличивая Поклоняться Кому То Так Вот Слово Илях Взято От Этого Слова Илях Означает Тот Кому Поклоняются Построено По формуле Фиаль Илях Фиаль Слышите Схожесть Построено По формуле Фиаль Очень часто Формула Фиаль Носит себе Смысл Маф'уль Маф'уль Это привычная Для нас Форма То есть Маф'уль То на что Пало действие Если Илях Это тот Кому Поклоняться Значит Если мы Подставим Его под Шаблон Маф'уль Будет Подразумеваться Что Ма'люх Ма'люх Тот Кому Поклоняются С любовью И возвеличиванием Ма'люх Но кто-то Скажет Ну это ведь Ма'люх Тот кому Поклоняются С любовью И возвеличиванием А у нас же Илях Ма'люх Построено По формуле Маф'уль А Илях По формуле Фиаль Мы говорим Очень часто В арабском языке Формула Фиаль Несет себе Смысл Маф'уль То есть Илях Имеет себе Смысл Ма'люх Как Как допустим Я скажу вам Слово Фираж Постель То что было Постелено Какой Имеет себе Смысл Смысл Маф'руш То что было Постелено Или еще Ближе Слово Слово Китаб Построено По формуле Фиаль Однако Несет себе Смысл Мактуб То что было Написано То есть По формуле Маф'уль Поэтому форма Фиаль Часто несет себе Смысл Маф'уль И если Слово Илях Несет себе Смысл Ма'люх Аляха Это Поклоняться В смысле Абада Значит Аль Илях Это Аль Ма'буд То есть Если в легкой форме Преподносить Аль Илях Вот к этому Мы и пришли Ставим значок Равно Это Аль Ма'буд Тот кому Поклоняются Хорошо Отходим От арабского Языка Возвращаемся К нашему Диспуту Он говорит Напоминаю Привел Аят В котором Сказано И он Аллах На небесах И на земле И шейх Как бы Подходит Издалека И говорит А знаешь Ли ты Смысл Слова Аллах Он говорит Ну Аллах Это Аллах Он говорит Хорошо Я тебе Объясню Аллах Это тот Кому Поклоняются Это Объект Поклонения Это то что Обжествляют Вот что Такое Аллах И объяснил Это ему Далее он Говорит Спрашивающий Я имею ввиду Действительно Это Важная Польза Ты сейчас Мне сказал Однако Какая Связь Между тем Что ты Сейчас Мне разъяснил Имя Аллах И между Аятом В котором Сказано Что он Аллах На небесах И на земле Имею ввиду Находится Что он Аллах На небесах И на земле На что Шех Ему Говорит Это Как раз Таки То К чему Я хотел Чтобы ты Пришел Самостоятельно Чтобы ты Сам Нашел Эту Связь Если Аллах Его Смысл Ма Буд То есть Если Аллах Означает Тот Чему Поклоняются То Какой Тогда Смысл Будет Этого Аята Задумайся На что Спрашивающий Говорит Опять Цитирует Он Аллах На небесах И на земле Получается Он Объект Поклонения На небесах И на земле Он Тот Кому Поклоняются На небесах И на земле Он Тот Кого Божествляют Те Кто На небесах И на земле Понял На что Шех Говорит Да Сопутствует Себя Аллах И раскроет Твою грудь Для истины А знаешь Ты Помнишь Еще Какой Нибудь Аят В Священном Куране Который Соответствует Этому Аяту На что Спрашивающий Говорит Нет Я Не Помню Однако В какой Суре Напомни На что Шех Говорит Этот Аят Содержится В Суре Зухру Суре Украшения На что Спрашивающий Говорит Да Сейчас Я Вспомнил Он Тот Который На небесах Является Иляхом И на земле Является Иляхом Он Тот Кто На небесах Является Объектом Поклонения И так же Объектом Поклонения Тех Кто На земле Наш Шех Сказал Да Это Как раз Таки То Что Я И подразумевал Наш Тасаэль Говорит Аль-Анфа Химту Да Сейчас Я понял Идан Ма'на Аятейн Анн Аллах Та'аля Ху Аль-Илях Вал-Ма'буд И Абудуху Ахлю Самавати Вахлю Аллах То есть Объект Поклонения Тех Кто На небесах И Тех Кто На земле Сейчас Говорит Я понял Этот Аят На что Шех Говорит Ахсан Отлично Правильно Все Ва-Ма'на Ла-Иляха И Смысл Слов Нету Объекта Поклонения Кроме Него Ай-Ла Ма'буда Хактун Илля Аллах Что Нет Никого Заслуживающего Поклонения Кроме Аллаха Нет Никого Достойного Для Поклонения Кроме Единого Аллаха Аля Анна Лил Аят Уджихан Ахар И Это Смотрите Шех Справедливости Ради Упоминает И Это Вместе С тем Что У этого Аята Есть И Другой Тафсир То есть Есть И Другое Толкование Этого Аята Какое Шех Говорит Если Ты Прочитаешь Этот Аят Полностью До Конца Остановившись На Слове Ас Самават То Тогда Ясно Станет Тебе Второй Смысл Этого Аята Также На Что Спрашивающий Говорит Прочитал Остановившись В этом Месте И Что Это Шех Говорит И Что Ты Теперь Понял Он Говорит Я Понял Очень Тонкий Смысл Этого Аята Смотрите Что Он Понял Как Говорит Мухаммад Амина Шанкиты В своем Известном Тафсире Адва Альбая Читать Этот Аят Таким Образом То Остановившись На Словах Полностью Аят Звучит Так Первый Тафсир Мы Сказали Он Аллах То Он Объект Поклонения Тех Кто На Небесах И На Земле И Он Знает Ваши Тайны И То Что Вы Обнародовали И Знает То Что Вы Уготовили Это Первый Тафсир Второй Тафсир Как Говорит Мухаммад Амин Ашан Фейте Что Нужно Остановиться На Словах Фис Самават А Слова Ваф Ар Связаны С тем Что Идет После Хорошо Если Мы Остановимся И Прочитаем Какой Будет Смысл Аята Он Аллах На Небесах Или Над Небесами Наверху Остановились А Дальше Аллах Говорит И Он Знает Ваши Тайны И То Что Вы Обнародовали На Земле И Знает То Что Вы Уготовили Таким Образом Будет Переводиться Поэтому Шейх Говорит Мухаммад Амин Ашан Киты То Знает Ваши Скрытые Явные На Земле И Смысл Этих Слов То Что Всевышний Аллах Возвышен Над Своим Троном Над Своими Созданиями Вместе С тем Что Он Знает Все Тайны Обитателей Земли И Все То Что Они Обнародуют Ничего Из Этого От Него Не Скрыто Я думаю Ясно Оба Тафсира Этого Аята И поэтому Когда Ахлюльбидра Приверженцы Ереси Будь то В лице Ашаритов Матуридитов И так далее Приводят Этот аят И говорят Смотрите В Куране Опровержение Опровержение Для вас Аллах Сказал Ваху Аллаху Фис Самавати Ваф Фил Ард Мы Говорим Нет В любом Как Говорил Шейх Али Са Матуриде В любом Аяте Или в любом Хадисе В любом Доводе Который Приводит Ахлю На небесах Ведь он Сам Сказал Ваху Аллах Фис Самават Он Аллах На небесах А затем Сообщил То Что он Знает Все скрытое Явное На земле И знает То Что вы Уготовили Или же Мы говорим Вы просто Не понимаете Смысла Слова Аллах Потому что Аллах Это тот Кому поклоняются И он Объект Поклонения Тех Кто На небесах И на земле Таков Таковы Два Тафсира Этого Аята Далее Спрашивающий Говорит Теперь я понял Тонкий Смысл Этого Аята А это то Что Всевышний Аллах Он Находится На небесах Наверху Или Над небесами И вместе С этим Не скрывается От него Ничего И знает Все тайны И все Что мы Обнародуем На земле На что Шейх Говорит На этом Они остановились С этим А я там Все стало Ясно Говорит Сейчас Я хочу Упомянуть Тебе Одну часть Хадиса Достоверного Хадиса Который Приводит Имам От Термидии Также Абудауд И Шейх Аль-Аль-Бани Сказал Что это Хадис Достоверный А я думаю Даже Многие Из вас Знают Продолжение Этого Хадиса И он Говорит Сейчас Я приведу Тебе Хадис Часть Хадиса Или Половину Хадиса Я уверен Что ты можешь Продолжить Вторую Часть Этого Хадиса Я напоминаю О чем идет Диалог О том Что Всевышний Аллах И спрашивающий Спросил А есть ли Другие Доводы На то Что Всевышний Аллах Фиссама Шейх Говорит Хорошо Послушай Хадис И продолжи Его сам Передается От Абдулла Ибн Амра Да будет Доволен Аллах Има Его отцом Он сказал О том Что пророк Да благословит Его Аллах И приветствует Сказал Проявляющих Милость Помилует Милостливый Относитесь С милостью К тем Кто на земле На что Спрашивающий Говорит И тогда Помилует Вас Тот Кто Фиссама Над небесами Или же Наверху То есть Продолжил Хадис Конечно же Он его знал Все знают Этот хадис Где пророк Салас Сказал Проявляющих Милость Помилует Милостливый Поэтому С милостью Относитесь Тем Кто на земле И тогда Помилует Вас Тот Кто Фиссама Наверху Или же Над небесами То есть Сам же Привел Довод Относительно Того Что спрашивал Далее Шейх Говорит Ахбир Немазат Акулю Фис Уджуди Уанта Тад Аллах А не мог бы Ты сообщить Мне то Что ты говоришь Во время Своих Земных Поклонов Взывая Ко Всевышнему Аллаху На что Спрашивающий Говорит Акуль Субхана Рабби Я Аля Я говорю Причист Мой Господь Высочайший Или Причист Мой Высочайший Господь Затем Я взываюсь Тем Что было На что Шейх Говорит ему Ама саальта Навсака Лимаза Саммаллаху Навсаку Али Вал Аля А не спрашивал ли Ты себя Когда-нибудь Почему Всевышний Аллах Назвал себя Такими именами Как Аль Али Вал Аля То есть Возвышенный Высокий На что Шейх говорит Ли Аннаху Филь Улю Потому что Он Филь Улю Мы знаем Слово Аль Али Допустим Каждый из вас Знает Встречается Где Аят Аль Курси Аллах Заканчивает Этот аят Словами Ваху Аль Али Юль Азим Ваху Аль Али Юль Азим Слово Аль Аля Встречается У нас В суре Аль Аля Допустим Аллах Субхана Аля Говорит Прославляй Имя Твоего Господа Высочайшего Который Наверху Высоко Шейх Как раз Таки К этому Призывает Его задуматься И говорит Не задумывался Ты когда-нибудь Высочайший И сам Ты в своем Земном Поклоне Взывая Ко Всевышнему Аллаху Говоришь Субхана Рабби Аля Пречист Или же далек От всяких Недостатков Мой Господь Высочайший Ну иншаллах Я думаю На этом остановимся Спрашивающий Сказал ему Потому что Он Филь улю Потому что Он высок У него Высокое положение И Что он имел Ввиду И что на самом Деле Имеется ввиду Иншаллах Мы скажем Завтра Прошу Всевышнего Аллах Чтобы облегчил Нам Приобретение Знаний И Показал нам Истину Истиной И помог Следовать за ней И показал Для нас Ложь Ложью И помог Сторониться От нее Субхана Каллаху Ма Би Хамдик Ашхаду Аля Илля Илля Ант Астагфир Рукаватуб Илля Хафиза Калла